Ну что, ребят, продолжаем тему, что же происходит во всем мире во время этой пандемии коронавируса, лично от людей. И сегодня у меня 5 разных стран, 5 разных городов. Что ж, поехали! Влад, привет! В общем, я сейчас в Анталии. Приехала буквально 2 недели назад, когда Чехия полностью закрылась. Вот, я успела выехать, потому что границы в Чехии закрыли. Вот, то есть, когда я приехала, вообще было спокойно. Даже в аэропорту никто никого не проверял. Но сейчас, вот, неделю назад закрыли все кафешки, торговые центры, вот, школы. Вот этот парк, он ведет к морю. Здесь все было открыто, сидело очень много народа. Вот, например, вот так идет круто. Я была здесь 5 дней назад, все было открыто, все гуляли спокойно. Вот, сейчас все перекрыли. Говорят, что если полиция нас поймает, то отправят сразу домой. То есть, штрафов пока что не ввели. То есть, официально нет такого, что на улице не поедете. Просто просят, чтобы мы оставались дома. Вот. Вот так вот еще обстоит. Люди ходят без масок, потому что... Наверное, вот полтора месяца назад, когда я уезжала в Чехию, продавались маски, все было хорошо. Сейчас новый закон, что маски продаются только по справке, по рецепту от врача. Вот. То есть, если ты не болеешь, ты маску не носишь. Не понятно? Сейчас все закрыто, пустота. И издалека вижу машину полицейских. Я надеюсь, они не знают. Всем привет! Город Пермь, 3 апреля 2020 года. Ну что, какая ситуация у нас в Перми? На сегодняшний день у нас 16 зараженных коронавирусом. То есть, за сутки заразился вот сегодня, вчера, то есть, еще один человек. Всего 16. Двое вылечились, трое умерли. Про возраст пока не могу сказать, не знаю. Что происходит у нас на улицах Перми, практически в центре Перми, можете посмотреть. То есть, в принципе, движение есть. Движение машин, также и автобусы ходят, но очень редко, с большими интервалами. То есть, люди, идущие на работу с утра, ждут автобус по 15, а то и 20 минут. Вот. Ну, вы видите, что движение есть. Это Астахановская, это практически центр. Люди как бы тоже есть, но очень мало. В центре, на компросе, людей практически нет. Я сама сейчас возвращаюсь с работы, так как я работаю в аптеке. Хожу я спокойно, все нормально. Просто пустые улицы, пустынный компрос. Это центр города, хочу заметить. Это центр города. Никого. Те люди, которые ездят на машине или на автобусе, понятно, что это медики, провизоры, аптеки. Ну и все нужные в это время люди в период эпидемии. Сегодня на той стороне стоит, стоял патруль с самого утра. Это причем не первый день, это всю неделю так продолжается. Они проверяют разрешение. Спрашивают у людей разрешение, есть ли у них разрешение. Куда они идут. И наличие медицинской маски и перчаток. Например, можно увидеть, вот, люди, ну, люди в масках. Все люди, все абсолютно в масках. Но магазины, продуктовые магазины, абсолютно все работает. Людей, конечно, стало меньше. Это центральный рынок города Нукус. Ну, у нас прям жесткого карантина нету пока. Но людям разрешается выходить дома. Здесь вот общественная стоянка. Как вы видите, абсолютно никого, никакой машины. Потому что сейчас уже делали строго. Ну, по отношению к машинам, вот, общественный транспорт, легкие автомобили. Все закрыли. Всем здравствуйте. Сейчас я вам хочу рассказать об обстановке в Республике Казахстан, город Караганда. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 453 случая заболевания. Из них 29 уже выздоровели. И 3, к сожалению, летальных исхода. Город наш закрыли на карантин еще 16 марта. Изначально говорилось, что по 5 апреля. Но потом продлили наш карантин на неопределенный срок. Обстановка в городе, в принципе, спокойная. Не могу сказать, что какой-то ажиотаж, люди в панике. Нет. Паника была, наверное, в первые 2-3 дня, когда объявили карантин. Потому что все побежали срочно по магазинам закупаться. Не хватало ни хлорки, ни бумаги туалетной гречки, да, как это все скупают. Но сейчас все, в принципе, в порядке, все доступно. Конечно, они не работают, как, наверное, везде многие заведения увеселительные. Также и школы, и сады. Работают только магазины, аптеки. Ну, где-то товары первой необходимости. Люди многие очень остались без работы. Кого-то отправили на удаленную работу. Кого-то отправили в отпуск, например, как меня. В принципе, все пока спокойно. Ну, как говорят, ожидаем пик на апрель месяц. Ну, посмотрим, что там. Есть, конечно, у нас очень много несознательных граждан, которые до сих пор ходят по улице, гуляют, прогуливаются без масок, без перчаток. Ну, это дело лично каждого. Мы особо не выходим, только в магазин обратно. И то я в основном дома. Это делает муж за покупками. Ну, а так пока все спокойно. Будем ждать и смотреть, что будет дальше.